Представители пяти политических партий проходят в Законодательное собрание Севастополя. Предварительные итоги озвучил 9 сентября на первой пресс-конференции по итогам выборов председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко. В голосовании по партийным спискам лидирует Единая Россия с результатом 38,5% голосов. КПРФ и ЛДПР набирают соответственно 18,7% и 18,55% голосов. Справедливая Россия 8,78%. Партия пенсионеров за социальную справедливость 6,87%. Комиссии не собираются тянуть с подведением итогов. Хотя я скажу, что у нас есть, напомню, еще обязательная процедура контрольного подсчета на тех участках, ручного подсчета на тех участках, которые превышают на 15% от среднего результата победителя по городскому округу и по одномандатным округам. Сергей Даниленко подчеркнул, что окончательные официальные итоги голосования озвучат в следующий вторник, 17 сентября. Доли процентов будут меняться, но в целом на итог голосования это не повлияет, отметил председатель Севозбиркома. Лидеры избирательной кампании в законодательное собрание Севастополя уже известны. В первом округе лидирует Татьяна Лобач. У нее 32,75% голосов избирателей. По округу номер 2 Екатерина Алтабаева, действующего председателя законодательного собрания, поддержали 42,92% избирателей. В округе номер 3 победу одержал Вячеслав Горелов, 34,79% голосов. В округе номер 4 больше всего голосов набрал Владимир Немцев, 41,64%. В округе номер 5 лидирует Татьяна Щербакова, 36,6%. В округе номер 6 большинство проголосовавших отдали свои голоса Сергею Колбину. Его поддержали 41,12% избирателей. В округе номер 7 победителем гонки стал Михаил Чалый, 30,42%. В округе номер 8 Михаил Брицын набрал 26,91% голосов. Среди 8 победителей по одномандатным округам, это есть представитель партии «Зеленых», это есть кандидат от партии «Самовыдвиженец», и остальные 6 округов стали победителями, выдвинутые по спискам одномандатников партии «Единая Россия». Согласно предварительному распределению мандатов, на выборах в городской парламент лидирует «Единая Россия». 15 из 24 депутатских кресел займут представители этой партии. Отметим, к распределению мандатов допускаются политические партии, за списки которых проголосовали 5% и более избирателей. Участвовавшая в выборах партия «Коммунисты России» этот барьер не преодолела. Определяется, что партия «Справедливая Россия» в городе Севастополе получает один мандат. Я начинаю снизу, потому что как бы мандаты, вот голоса, они идут, передаются по системе снизу. Партия пенсионеров в городе Севастополе – один мандат. Севастопольское городское отделение ЛДПР – три мандата. Севастопольское городское отделение КПРФ – три мандата. И Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия» – восемь мандатов. Часть единороссов баллотировалась и по округам, и по спискам. Как пояснил Сергей Даниленко, в этом случае кандидат может отказаться от места в списке, и его мандат перейдет к следующему представителю партии. Методика пропорционального распределения депутатских мандатов. Она достаточно сложная, но смысл ее заключается в том, что это так называемый метод делителей. Кандидаты вправе по различным законным основаниям отказываться от мандатов. Есть система передачи мандатов внутри партийного списка, поэтому мы фамилии точно не будем сейчас называть. По данным Севосберкома, явка составила 29,05%. На предыдущих выборах в городской парламент в 2014 году она достигала 48,5%.